Наша задача не допустить тут больших скандалов. Почему больших? Потому что уже сейчас видно, как только наши сотрудники, а у нас есть полное право, поскольку за воду, за канализацию, за освещение, за все, отвечаем мы, и мы должны обследовать все, скажем так, вот эти вот коммуникации, а также у нас есть право, мы же охраняем это, в договор аренды входит в том числе оплата охранных структур. И наших охранников начали запугивать, эти вот бандиты. Всячески, меня они пустили в дворец культуры, то есть вот на второй этаж, видите ли, я оказывается должен предъявить им документы, когда я определяю паспорт и говорил, что я директор, они говорят, нет, вы все не пройдете. То есть уже до абсурда доходит, причем драться с ними не будешь, но понятно, что это никому не нужно. И пытаясь избежать всего этого, мы пока пытаемся каким-то образом через тех, кто их назначил, и тех, кто их курирует, договориться, чтобы они просто начали исполнять закон и ушли. Ну, потому что не дело восьми человекам сидеть в небольшом помещении артистических, а также во всех коридорах и пугать детей. А дальше эта ситуация понятна. Приехали представители КПРФ, они предлагают всяческую поддержку, мы сейчас решаем, будем ли мы организовывать митинги, но этот скандал перед Новым годом, ну кому он нужен? Поэтому пытаемся каким-то образом через властные структуры договориться о том, чтобы закон все-таки восторжствовал, хоть где-то. И поэтому все они были просто переписаны, убраны. Их неправовым действием была должна быть дана оценка. Ну, кого-то надо посадить за то, что он административный. Представьте себе, я, например, сейчас, имея одну акцию «Газпрома», взял бы и организовал, скажем так, смену охраны в каком-нибудь помещении «Газпрома». В здании на Наметкино или еще, не дай бог, около Миллера. Вот я такой, я хочу. А когда бы вызвали полицию, я сказал, знаете, давайте, мы их запросили, они, может быть, потом нам дадут, это очень цинично получилось, замначальника полиции, да, приехал. Замначальник, да. Ему не предоставили ни одного документа. Да, ну, также начальник районного полиции. А так, как с ним разговаривал адвокат Рота Агро, было видно, что они вообще, ну, скажем так, они вообще не в грош не вставят полицию, потому что они ими командуют, как будто бы. И понятно, что с таким подходом к законодательству или к правопорядку мы ничего не добьемся. Вот эта вот группа пацанов, которые, ну, попробуй, мы сейчас только один красный флаг поднимем и собраться где-нибудь, ну, скажем так, даже в совхозе Ленина. Сразу прилетит куча народа и будут всех вязать. А тут совершенно лояльно. Вот эта вот масса абсолютно, ну, скажем так, бандитского типа ребят. Причем я им говорю, слушайте, а ребят рабочие, где вы должны находиться-то в этот момент? Ну, может, учиться в ПТУ. Может быть, на работе находиться. Нет, они оккупировали этот дедушка АУ, там, значит, потом вот этот вот домик вот этих вот, с кем мы долго спорим о том, что надо заключать договора коммунальных услуг, надо платить за это деньги. А они хотят получать коммунальные услуги бесплатно. И вот они теперь наняли группу Р, вот этот, ну, Рота Агро, значит, потому что они, видите ли, ну, вроде вместе пытаются разодрать совхоз, вот они все вместе каким-то образом, значит, пытаются уничтожить наше предприятие. А мы пытаемся через законы, через власть сказать, слушайте, ну, посмотрите, что такое? Они же сюда не пахать и сеять пришли, они же пришли за другим. Настя, значит, вот эти письма, которые мы послали в пятницу, в субботу, мы надеемся, в понедельник какая-то реакция будет, потому что уже и в прокуратуру, и в полицию, и в администрацию, куда мы только не обращаемся. Ну, как это, врагу не сдастся нас гордый варяг, это мы точно знаем, потому что наше дело правое, и, конечно, жители прекрасно понимают, что происходит, и они за нас, и вот мы видели это противостояние. Иногда даже уже женщины начинают эти молодчики бить, то есть уже настолько всем это осточертело, женщины не могут уже сдерживаться, и поэтому нам хочется, чтобы кружки, а мы уже большую часть людей, которые занимаются кружками, определили, они писали заявление к нам на работу. Мы хотим, чтобы с 1 января кружки заработают, а для этого надо вычистить всю эту нечисть оттуда, и дать возможность нормально заниматься любимым делом и преподавателем, и нам заниматься тем, чем мы занимались все время, обеспечением социального благополучия и территории социального оптимизма, которая у нас тут всегда была.